Так, ребят, у нас сейчас ужин, просто смешение всего. Здесь у нас осьминог со вчерашнего дня рождения с ресторана, здесь у нас папин плов остатки, а здесь макарошки. Да, все остатки, в общем, сейчас будем как-то подъедать. Ребят, у нас же сегодня 1 декабря. Давайте откроем первую дверцу. Так, ищем. Первая, первая, первая. Вот она. Я, кстати, так и не купила никакой больше адвент-календарь. Я хотела заказать один с вкусняшками и один с... В общем, там разные волшебные трюки. Фокусы, короче. Достаешь, и какой-то фокус можно каждый день показывать. Но, представляете, я его положила в корзину, и пока смотрела что-то еще, он распродался, и больше его нигде не было. И так что с этим я пролетела, а с вкусняшками я потом решила, что я не буду есть сладкое, и в итоге так ничего не купила. Хорошо хоть этот подарили. Так, открываем первую дверцу, и тут протеиновый батончик. Да, вкусняшка. Как, слушай, я его сейчас и поем к чаю. Вот сейчас, пока мама пьет чай с шоколадкой, что-то мне захотелось все-таки. Смотрите, у меня тут, кстати, спрашиваете, почему я не ем протеиновые баллончики, баллончики, батончики вместо шоколада. Ну вот, поем. Где мой чаек? Опа, хорошо. Сон, ты смотри, какая елочка. Сон, ты смотри, какая елочка красивая. Дед Ворос придет. Санта-Клаус. Тебе что, пофиг на елочку? Ой, как здорово. Иди, ты не дергай, не дергай, Соня. Не дергай. Не дергай, не дергай, Сонечка. Только смотреть можно. Ой, как же ж не трогать. Ну как же ж. Ой, она такая высокая. Соня, Соня. Надо вот дальнейшую. Соня, посмотри, какая большая. Ой, двумя руками. Посмотри, какая елочка большая, большая. Смотри, какая большая, большая. Вау. Тотя, нравится? Понятно. Так, что за перестановка без моего ведома? Доброе утро. Я с вами еще не здоровалась. Как ваши дела? Я сегодня еду чистить перышки, так сказать. Я еду делать буровки. Боже, как я хочу их сделать. Давно хочу, но вы помните, я уже делала один раз коллагинирование. Сегодня вот дело с ламинированием, это плюс-минус одно и то же. Я просто очень люблю эффект зачесанных вверх волос, бровей. И мне очень нравится этот тренд. Я сама себе дома зачесываю все время вот этим вот броу-соу. Да, ну я так понимаю, это мыло для бровей. И, ну, прикольно выглядит, но оно все равно так долго не держится. А с ламинированием, я думаю, должно гораздо быть лучше. Видите? Я их сейчас не крашу, и мне нравится, когда они лежат вот так. Не вот так, а вот так. Как-то, во-первых, выглядит интереснее, аккуратнее. Ну, на мой взгляд, мне это очень нравится. Поэтому сейчас еду делать. Потом еду к зубному полечить зубки и сделать чистку. И все это по моим знакомым. Как классно иметь кучу знакомых, которые в сфере бьюти, здоровья. Потому что это всегда нужно. Это всегда все нужно, поэтому очень удобно. Во-вторых, я, ну, как бы, уверена в своих знакомых, что они меня точно не надурят, не заколят или не сделают что-то не то. Я хотела еще к парикмахеру на этой неделе, пока родители идут. К сожалению, я поздно спохватилась. Блин, парикмахер, жалко, незнакомый и очень дорогой. Ну, ладно. Может, еще сдружимся. К нему я не попадаю на этой неделе. Это очень-очень шадо, потому что у меня в субботу аж два мероприятия. И хотелось бы тоже немножечко освежить цвет волос. Вот последний раз, как у меня покрасил, идеально. И цвет не вымылся. Вот когда я покрасилась, что-то не так. И через две смывки уже был желтушный цвет. Многие тоже мне писали, что, мол, это нормально. Это у тебя волос мертвый, пустой. Он вымывается. Ну, как бы это да. Ну, и плюс говорят, что с блондом всегда так. Нет, с блондом не всегда так. Не всегда. Вот этот он меня покрасил. Вообще, да. Ну, подсмылся чуть-чуть цвет. Можно освежить. Там корни чуть отрастают. Но из-за того, что у меня такое покрашивание, я гейтох. Дурная. Это самое. Корни отрастают. Но из-за этого покрашивания это, конечно, не так видно. Поэтому это супер удобно. И вот последний раз, как он меня покрасил, идеально. Вот этот вот бэби. Какой-то бэби. Бэби лав. Или какой-то такой цвет был. Я вижу какой-то там легкий розоватый оттенок. Ну, и он неуловимый практически. Да? Такой какой-то подтон. И такой блонд получается реально бэби. Такой классный. Мне понравилось. И хорошо держится. Нету никакого желтушного. Ничего. Супер. Поэтому хочу повторить. Просто освежить. Потому что его... Мне мой волос, из-за этого осветления, да, он, короче, из-за основки цвета. Он пустой. И нужно его напитывать пигментом, прежде чем он вот прям наберет его в себя и оставит на долгие-долгие годы. Так, бензин евро 69. Подорожал, подорожал. Я еле иду. У меня болят вот здесь вот ноги. Я не могу их вот так вот сгибать. Я так переходила с мамой в тот день по магазинам. И вчера еще неуделось, что сейчас очень-очень больно. Вот так могу медленно. Не сгибая вот так сильно. Не, в ту сторону могу, наверх не могу. Капец, я разваливаюсь. Ну что, я пришла. Так сейчас у меня выглядят. Будет сразу видно? Так тихонечко шифруется. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Ну что, готово. Посмотрите на мои брови. Мне кажется, идеально. Просто супер. Немножко смели косметику вокруг. Но ничего. Блин, мне кажется, мне такое идет. Мне нравится этот тренд. Мне есть что зачесывать. Бровей. Хоть что-то я отрастила. В общем, супер. Держаться будет где-то месяцок. Так что... Блин, ну очень круто. Напишите, как вам такое. Мне кажется, вот когда ты встаешь, и у тебя уже что-то есть. Например, зачесанные брови. Или перманент на кубках. Или надутые кубки. Ну что ты уже такое готовое. Ты сразу выглядишь готовенько. Знаете, как красиво. Тут бабочки. Красиво, правда, смотрите. Сзади, кстати, это не Александр Дик, картина? Там где-то Мотошерд стоит. У меня тоже от него дома висит. Да? Да, да. Ну я вижу по... Может быть, да, да. По технике. О, ребят, холодно, капец. О, 4 градуса, но ветер такой морозный. Блин, как грудок. Мне нравится. Кстати, девочка, которая мне это делала, Женя зовут, она еще делает реснички и перманент. И реснички она училась у одной. И работала, по-моему, тоже с ней. Я что ж когда-то реснички делала? Ну, я у нее не училась, но я у нее проходила теорию, потому что она прям мега ее случайно нашла. Она все знает. И вот она тоже у нее училась. Так что она мне показала, как реснички делала. Тоже супер. Но реснички это не совсем мое. Мне нравится без ресничек. Но бровки, бровки это мое. В общем, собиралась сейчас с Юлей встретиться, но нет, не получается. Время без 15.12. У меня в пол второго зубное. Ну, смысла домой ехать нет. Надо подумать, куда я сейчас поеду. Я думала, в солярий. Все надо с солярием вообще забыть навсегда уже. Все. Да и так в него не хожу. Ну, когда? Да, ну, подумала, куда я сейчас поеду. В общем, вы все увидите. Да. В общем, я нашла маме перчатки, которые мы искали. Вот тут такие гладенькие, а тут это 7.5. Так что возьму. Я в Apple Store пришла хотя бы пощупать эти компьютеры. Они где-то нереально толстые. Ну, классно, что вернули Максейф. Еще одна клавиатура. Очень сильный, сильный. Но очень толстый. Но мне пока надо просто к чехлам. Короче, у меня сейчас вот такой кожаный. Посмотрите, как он испортился. Поэтому вот такой он был и вот такой он стал. Я думаю, взять либо силиконовый, либо вот такой прозрачный. Не знаю. Есть еще вот такой вот розовенький. Либо, смотрите, вот этот рыжий. Мне тоже нравится. Так, он такой же или нет? Нет, вот не рыжий. Вот этот мне больше нравится. Вот этот. Либо синий силиконовый. Вот этот синий чуть не очень, а вот этот, ну, что так смотрится. Ладно, возьму все-таки кожаный и вот этот коричневый. 65 евро. Они охренели, конечно. Но с кожаный он все-таки... С силиконовый он еще толще в руке. Так как у меня Pro Max, он, ну, прям и так большой. Поэтому... Ну, с коричневым красиво, конечно, смотрится. А вот, смотрите, новые наушнички. Что-то среднее между первыми и Прошками. Надо мне? Да нет, зачем? Я не знаю, хочу давно про Прошки. Но мои, блин, работает все нормально. Я не знаю, зачем. Ох, холодно. Я взяла коричневые такие. И до этого маме перчатки брала. И стою на кассе. И продавщица говорит, у вас шикарные такие брови. Я говорю, я только сделала, спасибо. Но она говорит, блин, реально крутые. Я говорю, я знаю. Все, едем к врачу. К дуну. Вот сейчас мне будут делать очистку зубов. Так, так, так. Посмотрим, что у нас тут. Airflow называется. Как часто вы делаете очистки? По-моему, надо раз в полгода или раз в год. Но у меня чаще, чем раз в год, не получается вообще. Последний раз вообще, по-моему, года полтора было. По-моему, как только родила. Или до? Нет, до того, как я родила, я делала очистку. Брови не по-моему, да. Это очень длинный пакет. Это пакет. Он работает очень хорошо. Он может быть в граде. И на стакане он может быть в стакане. Это вот разлук, а вот эта штука не чистят. Все лишнее? Заслав Карстад. Маме посмотреть сапоги. Ботиночки. И случайно, смотрю, вот такие классные тут есть. Прикольные. Так, стоит 125. Такие легкие. Так классно смотрятся. Сейчас я этот еще померю. Вот этот еще. Тоже очень, очень легкий. И прикольно смотрятся. Тут 125. А, слушайте, они похожи. Нет, ну это от одной фирмы. Кабур. Под эту куртку даже. Классненькие такие. Мне нравятся. Замши и очень-очень легкие. Как вам? Просто капец из-за этих правил 2G называются. Короче, надо предъявлять в любой магазин, который ты захочешь, если это не продуктовый, надо предъявлять, что ты либо выстроил, либо у тебя прививка и паспорт. И из-за этого ты не можешь войти в магазин с любого входа. Они открывают только один вход, через который могут контролировать, да, чтобы не вошли там, чтобы не расставлять везде людей. Так. И точно так же с парковками закрыты, закрыты все двери. Я сейчас иду пешком через парковку, которая открыта, а мне надо на другую. И здесь по ступенькам. Ах, короче, я голодная. Купила продуктов, купила хамончик и вообще купила мясо. Не было говядины, купила свинину. Хочу сделать самсу еще раз. Так. А, окей. Хочу сделать самсу. Вот моя машиночка. Мама идет. Холодрыга капец. Все, едем домой. К маме и Соне. Ну-ка, померим. Сонечка, иди смотри. Какой бардак у вас. А где игрушки под елкой? Как она к елке, кстати? Ну, я ее все время говорю, ну-ну-ну. Часто подходит? Она подойдет, она так на меня смотрит, и говорит, Соня, не надо. Она раз, отходит пальцем. Какая лопуленькая. Сейчас все, я ей специальные огоньки зажгла. Ой-ка. Соня, смотри, как красиво. А часто подходит к елке? Ну, как тебе сказать. Она когда занята, она нет. А потом раз, вот сейчас подходила за коробкой, елку не трогала. Елка, я говорю, что у меня не надо. Да я ему так смотрю, так все. Смотри, Соня, тут как все. Ой, как красиво. Смотри, что. Ой, мягенькие как-то. Смотри, какие мягенькие. Ой, какие бабули перчатки. Ну-ка, померите, подойдет, нет? О, вот это, конечно. Или это большие? Может, все-таки семерочку? Точно? Мне вот так туго было сжимать пальцы. А вот это самое то. И ногтям место есть, не будет прорывать. Отлично. Они большие? Нет. Что-то мне пришло из Зары. Один. Ну вот посмотри, я заняла заказ, пришел один только. Они высылают в разных этих пакетах. Вот такой вот бодик, Сонечки, пришел. Смотрите, мне еще там вот такую вот штучку для бровей моих, чтобы поддерживать их и зачесывать, как я хочу. Вот я вытащила. Называется тоже Броу-Зоуп. Зоуп, это мыло же, да? Но здесь не мыло твердое, которое надо смачивать, а как гель. И вот это сушит, как мне объяснили, а это нет. Почистила опять зубки. У меня после зубного у кого-то также приходят домой. И первые там пару дней на дольше мне не хватает. Я все время чищу зубы по несколько раз в день. Нитью пользуюсь всем, чем надо. Все, что рекомендую. А потом опять забиваю. В общем, мне классно все почистили. Я очень аккуратно старалась с девушкой. А, ну я вам, кстати, поснимала пару кадров. Просто я ее спросила, говорю, можно поснимать? Просто она мне так подробно объясняла. Обычно я там прихожу к зубному. Молча мне что-то сделают. И все, я даже не знаю, что. А тут она шаг за шагом. Что это? Что за застав? Что сейчас будет делать? Куда она сейчас? В какой части рта она находится? Очень мне понравилось. И также еще один зубчик мне отремонтировали. И сказали, все нормально. Увидимся через полгода. На следующую чистку. Ну, завтра я еще поеду. Они немножечко далековаты от меня. Но мне очень нравятся там врачи. Если есть какой-то врач, который выполняет все мои требования, которым я уверена, я лучше сяду в машину и проеду чуть-чуть, чем я пойду возле дома и буду недовольна. Вообще зубным врачом, как и с гинекологом, мне кажется, нужно найти своего. Да как и с косметологом, и с парикмахером. Нужно найти своего. Вот парикмахера я своего нашла. Если он переедет, я поеду за ним на край света. Также и зубным врачом я столько в своей жизни переменяла. И вот здесь мне очень нравится подход и одного, и второго врача, и девочки, которые мне делали профилаксы. Очень все дружелюбные. Поэтому я туда и завтра еду. И поэтому я планирую ставить коронку тоже у них. Если кто-то с Берлиной, вы тоже ищите хорошего врача. Я могу вам поделиться контактом. Напишите мне в инстаграме. Сейчас я переделала домашнюю одежду. Хочу умыться и заняться сборкой комода. Мы сейчас будем собирать Сонин комод новый. Производитель указал, что для сборки понадобится молоток, пару отверток, час и двое людей. Сонинка. 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 Ну, а что делать? Что делать? У меня нету отдельной игровой комнаты. Если было, я бы там устроила все. Я бы устроила, продумала какие-нибудь системы хранения, какие-нибудь шкафы интересные встроенные, что-нибудь еще. Игровую площадку. И все вот это, 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 это все было бы, конечно, в игровой. И все, что бы там стоить за диваном. Но, так как, конечно, у меня две комнаты, то так и планировалось, что зал изначально и будет-игровая. Поэтому, как-то так. Позже, когда уйдет елка, моя красавица, кто не видел, как мы ее наряжали и вообще, как я украсила квартиру, то переходите на второй канал, там есть отдельное видео. А, конечно, если убрать манеж, многие мне говорят, Юля, пора убрать, пора убрать. Ребят, ну, конечно же, давно пора убрать. И я бы убрала бы. Если бы, да кабы. Но я уже неоднократно говорила, что я одна, а что говорить-то, это видно. Я соло-мама, и манеж мне просто жизненно необходим. Иногда бывают такие моменты, когда мне нужно, чтобы ребенка, ребенка, чтобы кто-то им занялся, либо его как-то где-то закрыть, обезопасить, чтобы я могла что-то сделать. Бывают экстренные случаи. Но если мы даже не берем экстренные случаи, да, у меня есть вот это вот чудо, которое намывает себе сейчас одно место, и с ней надо гулять, понимаете? Не только ночью, когда Соня спит, но и в другое время. Поэтому манеж мне необходим. Пожалуйста, перестаньте мне писать, что его надо убрать. Я под каждым блогом это читаю. Если бы я была не одна, то, естественно, манеж бы я уже давно убрала. Почему комод? Ну, во-первых, я хотела какую-то гладкую поверхность, на которой Соня может что-то поставить, повозить машинку, положить книжку, да, сейчас она все-таки растет, что-то там, я могу подойти там, сесть на кресло, что-то нарисовать ей, да. Ну, в общем, какая-то поверхность твердая мне нужна была. И я, конечно, все еще хочу столик со стульчиками, но пока некуда ставить, и пока так. Я не знаю, когда она начнет вылазить из манежа, тогда, конечно же, он идет. И столик бы тоже, это была бы поверхность, можно было вместо комода поставить столик со стульчиком, она бы уже могла садиться, что-то делать, но пока еще немного рановато для столика со стульчиком. Уже можно, если есть место. Столик не комод, да, в него ничего не положь. В этот комод ушли все, почти реально все игрушки. Вот здесь осталось чуть-чуть, я рассортировала здесь, оставила только те, которыми она сейчас может играть. Хотя думаю, что ей понадобится немного времени понять, что там открывается крышка. Вот. Там у меня еще одна картинка, там полностью мягкие игрушки. Этот с шариками тоже пока не могу убрать, потому что, ну, она нет-нет, в него прыгает и радуется, и классно ей в нем, поэтому пусть стоит. В общем, как-то так, как-то так пока что. Да, комодик, смотрите, какой комодик получается. Классненький. Хоп. Да, он на такой штуке, в общем, открывается. Тут реально поместилось очень много, еще есть место. Ну, в общем, да, и здесь теперь фламинго. Кирину кровать подняла на диван, она, потому что все равно часто лежит на диване, и я решила совместить. Ну, в общем, как-то так. Конечно, если убрать манеж, да, я представляю, сколько сразу места появится. Я бы поставила здесь столик со стульчиком, который хотела. Да и все, больше бы ничего не ставила. Ну, ничего, мне кажется, все равно уютненько, моя лампа классная. Вот, как-то так. Так, у нас вот эта гирлянда осталась. В общем, она висит, о, вот так, да. Она очень длинная, 3 метра. И видите, на ней висят вот такие вот штучки. Они горят, и вот эти вот горят. Ну, она 3 метра, и мне ее некуда повесить. Окно вот этот самый большой, метр 65. Так что ее убираем обратно. Окей, завтра тогда у нас последний день. Пойдем еще раз с мамой по магазинам. Попытаем удачу. Может, что-нибудь найдем еще, потому что вот эти раз, два окна остались, потому что я планировала, знаешь, вообще-то на зиму. На подоконнике я хотела ставить, чтобы все блестело. О, там как раз мужик идет. Ну, вот у них там красивенько. Очень. Мы, кстати, с мамой смотрим Вертинского. Сейчас пятую серию. Зацените еще раз мои бровки. Они так и стоят, как их поставили. Это очень круто. И вообще так классно себя чувствую, когда появилось опять время заняться собой. Время и желание, вот так вот скажем. Потому что, если есть желание, время всегда можно найти. Вот, завтра у меня тоже косметолог. Потом еще зубной. А мне будет делать вот этот передний зуб. Он мертвый, он все время темнеет. По-хорошему надо его, наверное, может, коронку. Я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok